Сухая погода, установившаяся в мае в регионе, становится причиной возникновения пожаров. В зоне особого внимания Куйбышевский, Кировский и Красноглинский районы Самары, большая часть которых заняты частным сектором и дачами. Поблизости расположены леса. Работа по предотвращению возгораний ведутся, проводятся встречи с представителями МКД. Им раздаются памятки, в которых прописано, как не допустить возгораний. В лесах вырубается сухостой, на полях делаются разделительные борозды. Устанавливаются предупреждающие аншлаги в тех местах, где любители шашлыков часто устраивают пикники. Сейчас это запрещено. Чтобы выявить нарушителей закона, в лесах дежурят бригады. Особое внимание уделяется прилегающим к жилым домам территориям. Вывозится мусор с городских кладбищ. Глава Самары Елена Лапушкина распорядилась усилить меры безопасности и контроля за соблюдением противопожарного режима. Коллеги, пожаров очень много, поэтому на это направление работы особое внимание обращается к внутригородским районам и, соответственно, ко всем нашим департаментам. На совещании с участием главы города речь шла и об исполнении бюджета за первый квартал 2021 года. Профицит составил 39 миллионов рублей. Они будут направлены на поддержку социальной сферы. Одна из основных статей доходов в бюджет – налоги. В городе много неучтенных зданий, собственники которых не платят в казну. Главы районов отчитались о проделанной работе по выявлению таких зданий невидимок. Они проводят обход территории районов, делают запросы в реестр. В среднем треть зданий оказывается неучтенной. По данным Минстроя, тысяча три объекта. Из них проверено на сегодняшний день 794. В том числе 414 уже зарегистрированы, 253 не зарегистрированы. И, соответственно, по 127 везем полевую проверку. Глава Самары Елена Лапушкина распорядилась, чтобы все районы города ускорили темпы работ. В Самаре не должно остаться неучтенных зданий. Виктория Шарая, Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.